Удивительное рядом в Панеровском районе вот уже много лет профессор МГУ Михаил Лямин самостоятельно занимается выращиванием одноклеточных водорослей под названием спирулина. Из них он готовит уникальную пищевую добавку – кладезь белка, целой группы витаминов, микро- и макроэлементов. Ученый мечтает, чтобы его наработками заинтересовались на государственном уровне. Александр Юров разбирался в биохимических тонкостях вопроса. То ли хлопья, то ли чипсы. Вкуса почти нет, цвет ярко-зеленый. Это и есть конечный продукт 30-летней работы Михаила Лямина со спирулиной. Эта одноклеточная бактерия несколько миллиардов лет жила на планете Земля в полном одиночестве. Спирулина – это уникальная микроводоросль, одноклеточная микроводоросль, которая является основополагающей жизненной Земле. С нее зародилась жизнь. Впервые на спирулину обратили внимание в середине 70-х. Тогда водоросли рассматривались в качестве альтернативного источника белка. Но позже выяснилось, что в спирулине сокрыта почти вся таблица Менделеева. Сегодня она используется во всем мире. А Михаил Лямин открыл на родной панеровской земле уже вторую очередь уникального комплекса. Вот в таких бассейнах и выращивается спирулина. В качестве источника питания целый комплекс микро- и макроэлементов, среди которых цинк, железо, магний и много чего еще. Также в воду добавляется сода, а в самом культиваторе очень высокая температура. Это делается для того, чтобы имитировать естественную среду обитания спирулины. А это африканское озеро Чад. Аналогичное озеро есть только в Мексике. Перекусить спирулины были не прочь еще древние ацтеки. Сегодня доказано, что микроводоросль это средство, которое отлично укрепляет иммунитет. Она подготавливает организм для того, чтобы любое антитело, которое любой вирус попал в организм, организм моментально определял, выделял тела и справлялся с ним в течение сутки. Суток. Вот в чем идея эта. А еще у Лямина есть мечта, чтобы появилась специализированная программа на уровне государства по оздоровлению детей при помощи микроводорослей. А это выращивается здесь, Орловская, Курская область. То есть себестоимость не будет значительно повышаться. Плюс уникальный химический состав будет позволять вводить ее в микродозах, вы понимаете, да? Притом очень сильно, скажем, увеличивая в положительном отношении пищевую ценность продукта. Иностранцы не раз предлагали Лямину продать технологию. Он ждет, когда интерес проявит Москва. Я думаю, что как раз мы могли бы учесть вот все эти наработки для того, чтобы и в будущем законе о лечебном питании, о профилактическом питании, о специализированном питании учесть вот эти особенности, которые сегодня мы доказательно услышали от наших уважаемых ученых. На согласование и все процедуры уйдет немало времени. Поэтому пока спирулину принимают лишь панеровские школьники.